Ну и хорошо. Пусть будет видно презентацию. Уважаемые коллеги, добрый день. Очень бы хотелось выдержать сегодня формат мастер-класса. То есть все-таки хотелось бы, чтобы у нас был диалог. Поэтому большая просьба включать микрофоны, обозначаться, предлагать, делиться опытом, делиться соображениями. Но я постараюсь сделать так, чтобы вопросы прозвучали, ну и чтобы были какие-то ответы. Итак, подготовка и проведение. Подготовка и проведение новой интенсива на оближении. Вот такая вот у меня тема. Предлагаю для начала поделиться с понятием, что такое погружение и какова цель этого поведения. Я определяю языковое погружение как занятие в течение длительного времени, проходящее исключительно на иностранном еписице. В идеале это выезд с проживанием. Ну, предположим, это в гостепродный лагерь или пага отдыха. Хотя возможны варианты. Ну, например, подружение выходного дня. Я сформулировала красивые цели. Возможно, на этом будет кому-то интересно. Я поделюсь презентацией, я по этому делу, наверное, переписывать. Вот у кого-то включил микрофон, мы тоже идем. И у меня вот помещение, я не знаю, почему. Сейчас выключим. Спасибо большое. Ну, я думаю, что всем понятно, что мы погружением создаем, ну, такую искусственную языковую среду. У нас, как правило, носителей языка не бывает, хотя иногда кому-нибудь везет заполучить себе иностранца. Ну, мы создаем эту среду больше для того, чтобы возникла мотивация для общения участников исключительно на иностранном языке. Ну, вот они, задачи есть. Не вижу смысла их долго рассматривать. Давайте мы пойдем дальше. Наше погружение выглядит следующим образом. У нас есть некоторый опыт. Уже в течение ряда лет мы эти вещи проводим. Мы проводим на погружении двое полных суток. Выезжаем в четверг во второй половине дня. Возвращаемся во второй половине дня в субботу. Поскольку имеем дело с детьми и предполагаем очень интенсивную работу, даем участникам возможность отдохнуть и восстановиться. У них есть полсубботы и воскресенье в понедельник в школах. Принципиально не занимаем каникулы. Это решение далось нам просто буквально потом и кровью. В каникулы дети должны отдыхать, иначе они потом начинают массово болеть. Это все проверено, поэтому мы ездим в исключительно в учебную очередь. Вопросы у меня. Давайте будем, может быть, писать в чате или включать микрофоны. Как вы считаете, дорогие коллеги, с какого возраста можно брать детей на вы? Пишем или давайте говорить с ртом? Так, 10 лет. Ну, возможно, лет с 10, с 11, с 14. Это получается начальная школа. 10 лет – это третий класс, третий, четвертый, да? Когда они могут себя обсуждать? 9-10 лет. 9-10 лет, да, наверное, знаете, я не пробовала, честно говоря, брать начальную школу, может быть, можно попробовать. Я как классный руководитель, который берется ребенка детей с пятого класса, у меня есть опыт с пятого класса. И действительно, да, дети более младшего возраста, которые не имеют опыта проживания в загородном лагере, они с бытовыми вещами не справляются, поэтому, конечно, трудно организовать. У нас есть два варианта, вот таких. Это может быть однородная аудитория, и это может быть аудитория смешанная. Опыт работы с вожатыми старшеклассниками показал, что это вообще здорово и круто. На команду 5-6 пятиклассников или шестиклассников, двое вожатых старшеклассников – это чудесно совершенно. Они организуют режимные моменты, педагогам здесь можно не напрягаться, то есть это подъем, отбой, зарядка, столовая, детей замотивировать, собрать, включить в работу. Они проводят занятия, то есть они встают в педагогическую позицию, готовят заранее спортивные мероприятия, это важный элемент погружения, массовые мероприятия, развлекательные, так скажем. И как раз за их счет и создается языковая среда, дети постоянно вынудены говорить на иностранном языке, потому что старшеклассники делают вид, что они их не понимают. И на мой взгляд еще очень важно, когда старшеклассники показывают перспективу. Маленькие дети видят, да, я буду вот такой, я буду такой большой, красивый, я буду так же здорово говорить на английском языке. Это большое счастье, когда попадаются именно такие вожатые, которые хорошо говорят на английском. Так, вот на мой взгляд максимально привлекательно то, что погружение это не школа. В школе у нас массовая практика, не имею в виду сейчас уроки физкультуры, это видение ребенка, ну как некой говорящей головы, который слушает внимательно, что-то воспроизводит, какую-то информацию. Я думаю, что необходимо вспомнить, что у ребенка есть еще руки, ноги, вообще тело, и погрузить участников в деятельность, в которой язык будет инструментом взаимодействия. Давайте мы начинаем, пожалуйста, что можно поделать на погружении, набросаем идей. Мы сейчас вот без относительно какой-то темы, а относительно деятельностного подхода. Что можно на погружении делать, кроме того, что мы разговариваем. Выполнять проекты. Выполнять проекты. Можно уточнить немножечко, например. Ну, например, какой-нибудь проект, с одной стороны он будет на языке, потому что выполнение будет предполагать использование английского языка, а с другой стороны он связан с какой-то жизненной ситуацией. Что-то, ну, придумать какое-то мероприятие для своих одноклассников, или принять участие в конкурсе и в нем выиграть, что для этого надо сделать. Ну, там, согласно тематике, можно разные проекты придумать. Отлично. Проект, перегнавание, игры. А что-нибудь еще? Да, мне кажется, дети абсолютно все могут делать, сопровождая речью, поскольку любая деятельность может сопровождаться речью, может оречивляться, собственно говоря. И здесь в данной ситуации язык не как знаковая система, а как средство общения и просто коммуникации. Поэтому все, что угодно они могут делать. Нет, конечно, лучше конкретику какую-то. Что угодно, это, ну, как-то это да. Ну, а, например, в рамках того, что проходит у нас, они могут сидеть у костра и пить чай, и обсуждать какие-то свои планы на будущее. Могут проводить ровно те же самые игры, которые они могут провести на русском языке во время отдыха, точно так же на английском. Хорошо, спасибо. Ну, вот я вам предложила в виде фотографий, да, в виде коротких комментариев, ну, то, что вот тоже бывало у нас, да. Хорошо заходит спорт, хорошо заходит работа руками, беспроигрышные совершенно варианты. Это театр, постановка, спектакль, рисование, постеров, игры, посиделки у костра. Мне очень нравится, соревнования. Это все замечательно и прекрасно. Ну, не думаю, что это нуждается в комментариях, где здесь английский. То есть мы даем инструкции, мы комментируем, мы просим передать какие-то материалы, да, но если постановка спектакля, там английского вообще полным-полным. Вот такой у меня вопрос, немножечко философский, наверное. Все люди разные, все начинают, наверное, с обдумывания, погружения в каких-то разных вещей. Вот что для вас первично? Это содержание, то есть это тема, что это у нас будет? Это языковой материал, который мы детям дадим? Или это формат деятельности? То есть мы будем бегать, играть, прыгать или сидеть у костра. С чего начать? Мне кажется, содержание, языковой материал – это не одно и то же? Или как их различить? Как их разграничить? Я имею в виду, что вот если мы хотим дать какую-то лексику, какую-то грамматику, да, а содержание, на мой взгляд, ну, это тема. Это тематика. Тематика, материал или деятельность? Да, действительно, надо было первым использовать, другой. Ну, мне кажется, сначала определяется тема, в рамках которой ты готов выдать какой-то языковой материал, да, какую-то лексику, и, опять же, тема может определить формат твоей деятельности и деятельности учащихся. Мне тоже кажется, что содержание и формат деятельности, тема связанная. Можно, конечно, выбрать формат деятельности и будем делать спектакль, а потом решать, по какой теме. Можно, наоборот, выбрать тема и сказать, когда давайте сделаем в виде середования, либо в спектакле. Ну, по-моему. Да, это совершенно прекрасно, что каждое новое погружение заходит с разных сторон. И серии так получается, да. А давайте мы попробуем вот прямо сейчас и здесь планировать погружение Остров Сокровица. А для этого я вам предлагаю набросать какие-то ассоциации на русском языке, вот все-таки про содержание, да, и про формат. Давайте про содержание. Что мы можем поделать в рамках погружения Остров Сокровица? Нет, даже не так, не поделать, а именно содержательные моменты. Ну, скажем, пират. Да, на Острове Сокровище бывают пираты? Ну да, первая ассоциация, наверное, пиратская. Пиратский корабль, пиратский форт. Еще. Пираты и корабли. Поиск чего-нибудь. Поиск. Обязательно, классные. Пиратские будни, опять же. Пиратские будни, да. Что интересно, чем они заполняют свои дни? Кроме того, что они еще не закапывают клады на острове. Пьют ромб. Пьют ромб, абсолютно точно. Здорово. И это мы делали, я вам расскажу так. Так, ага. Ну, давайте, да, я сильно томить не буду, у нас не так много времени. Вот я набросала тех ассоциаций, которые пришли в голову нам, когда мы затовили погружение Остров Сокровище для 5-6 класса. Вот они, да? Значит, что мы тут еще не сказали? Скелеты, попугаи, топлировки, это уже важная часть, да? Карта, флаг Веселый Роджер и так далее. Давайте мы из этих ассоциаций, вот из этого содержания, давайте попробуем сейчас достать какие-нибудь форматы. То есть вот с этим содержанием что можно делать на погружении? Ну, просится, конечно, какой-то квест по поиску клада. Это однозначно, это яркий очень финал погружения. Что еще может быть вот с таким набором содержателя? Ну, да, Ром тоже будем пить обязательно. Пиратская вечеринка, да, конечно. Конкурс на что-нибудь там пиратское, не знаю. Присутствие пушки говорит о том, что можно форт взять, собственно говоря. А, если зима, это вообще шикарно, можно построить форт и его штурмовать. Если не зима, то можно... Осада корабля, да, да. Осада. И переговоры. Можно приезжать с другогазетными ядрами, учитывая, что маленькие дети. Ага. Так, ага. Скелеты, попугаи, монеты. Корабли. Ну, да, это, конечно, все очень быстро не делается, естественно, совершенно. Ну, вот смотрите. У нас есть корабль, например, и мы можем устроить мастер-класс по изготовлению и декорированию бумажных корабликов. Вот вы, возможно, удивитесь, но дети очень плохо умеют их делать. Вот, цветная бумага, лоскутки для парусов, мачты и всякое такое. Дети с удовольствием заняты на чате. Изготовление пиратского флага. Выдаем кусок белой вязи, маркеры. Дети у нас рисуют свой пиратский флаг, потом с этим флагом, ну, каким-то образом его комментируют, да. Банда она пиратская. Очень удобный способ деления на команды. Команда в красных банданах, в желтых банданах, в синих, ну, и так далее. И исключительно удобно. Даже татуировки можно использовать в процессе вот этого пиратского мероприятия. Мы делали татуировки на бананах. Дети с удовольствием разрисовывали эту кожуру, потом эти бананы радостно съели, мы в фотографии, в общем, остались на память совершенно прекрасные. Вот. И что касается, ну, я, наверное, чуть позже, даже пиратский сундук, в общем, помимо того, что это клад, закупанный где-то, можно использовать и для занятий тоже конструкция. There is, there are, что там лежит в пиратском сундуке у вас, это просто вот сам Бог велел, но это я, пожалуй, забегаю вперед уже к языковому материалу. Вот. Пойдем дальше. Вообще, вот насколько говорит мой опыт проведения погружения, англоязычных и межпредметных, у нас такая практика еще есть в нашей школе. Всегда очень здорово, когда мы с погружения привозим какой-то продукт. Мы привозим его в школу, все, что там уцелело, мы это развешиваем, расставляем, раскладываем, мы создаем такой ажиотаж вокруг погружения. Все потом хотят на них ездить, никто не отказывается от работы. Давайте я вот сразу продемонстрирую, что это у нас может быть, да. Ну, про пиратский флаг я уже говорила, у нас сейчас висят в холле. Пиратские флаги, и уже висят недели три постеры и флаги. И дети до сих пор подходят, разглядывают там какие-то надписи, какие-то картиночки. То есть этот материал продолжает работать и после того, как погружение состоялось. Ну, бананы мы в школу, честно, не везем, мы их едим. Бумажные кораблики, виде выставки, пожалуйста, вот оно есть. И все видео, все фото идет на школьный сайт, идет участникам там через разные облачные хранилища. То есть люди все вот это у себя здесь сохранят. У меня вопрос. Как вы считаете, а вот занятия как уроки? Потому что бывала я, например, на таких погружениях, где есть не только развлечения, не только вечеринки, татуировки и прочие спортивные мероприятия, но и прямо занятия. Нужно ли это делать? Или нужно максимально дистанцироваться вот от школьного вот этого формата? И что угодно, только не уроки. Хорошо бы не уроки. Хорошо бы не уроки. Здесь, мне кажется, все зависит от цели, которые ты перед собой ставишь. Что тебе необходимо по результату получить от этого погружения, и что тебе необходимо детям. Есть погружение, которое с развлекалкой, да, с отдыхом. И это один формат погружения. Есть погружение, которое лексическое, тематическое, в рамках которого тебе необходимо что-то проработать, да, или углубиться. То есть здесь все зависит от формата данного погружения, мне кажется. А все равно не в форме урока? Ну, они не проходят в рамках урочной системы, но, тем не менее, ты все равно там работаешь с текстом каким-то. Да, если тебе необходима проработка лексической темы, да, но углубленная, тотально погруженно, да, с говорением на английском языке, конечно, это не формат. Конечно, ты имеешь полное право там и чай попить, и разбежься во время перерыва. Это все, конечно. Но не более отвлеченно, как это вот бывает, ну, потому что они здесь, мне кажется, они все равно немножко разные. Если я Елену правильно поняла, вопрос был конкретно задан в формате урока, или нет, точно не в формате урока. Ну, вот я готова прокомментировать тот опыт, который у нас был. Знаете, тот опыт среднего погружения Остров-Сокровищ, который у нас прошло вот буквально несколько недель назад, и я была абсолютно уверена, что, да, надо максимально декоментироваться от формата урока. Что, поскольку дети маленькие, чистосвестники, им, конечно, интереснее, ну, какая-то пуха, какой-то спорт, там, побегать, спадать, и так далее. И совершенно удивительно, у нас зашли уроки замечательнейшим образом. Видимо, за несколько детей. У нас было четыре урока в школе пиратов. Они были устроены по принципу вертушки. То есть, каждая команда, четыре было пиратских команды. Каждая команда посетила все уроки последовательно. Просто вот так в школе, 30-минутные уроки, там, с 5-минутным перерывом. И удалось с детьми проработать. Вот пират сейчас это пират, это какая-то лексика, связанная с пиратством. Ну, нормальный такой, ну, веселый, в общем, был урок. Мы же умеем в школе тоже проводить уроки, ну, такие интересные. Описание картинок тоже прошло на Урале со всякими там сценировками и вывываниями чудным образом. И тексты читали, несмотря на то, что вроде бы как дети маленькие. Разрезали два текста, перемешали, выдавим эту кучу. Нужно было эти два текста разделить, потом выразительно прочитать. Тоже с большим азартом все это, ребятушки, делали. И даже Past Continuous Sense, опечатку вижу, извините, пожалуйста, While, конечно же, это тоже, ну, как бы тоже получилось. Я не питаю иллюзий на тему того, что это прямо все усвоилось от и до, когда мы прибыли в школу и Past Continuous у нас вылезла на уроках. В уроках дети смотрели так, как будто бы я с ними по-китайски разговариваю, но стоило напомнить, а вы помните приключения Юнги Джима. И тут же все этот Past Continuous вспомнили и радостно рассказали все правила. То есть зависит, видимо, от аудитории. Зависит от возраста детей, от степени серьезности, что ли, погружения, от какого-то стиля, который вырабатывается постепенно. Но у нас, как правило, погружение – это движуха, знаете, как витамин, что ли. То есть, конечно, надо питаться нормальными продуктами, нормальной едой, это уроки, но иногда это бывает вкусновато, полезная, овсяная каша. А погружение – это вот какой-то заряд такой бодрости, веселья, мотивации, то есть как витамин. Очень важный этап, на мой взгляд, это рефлексия. Я прямо вижу пользу от этого дела, потому что, во-первых, позволяет отследить эмоциональное состояние детей. Ну, вот в этот раз нам как-то никто не наклеил свое имя на те картиночки, где мне скучно, или там я раздражен, или еще что-то. Ну, вот видите, сонных очень много, потому что дети, конечно же, ночью веселятся, шепотом, но веселятся. Вот. Можно лексику повторить попутно по теме эмоции. И очень важно, на мой взгляд, для детей, современных особенно, которые больше в гаджетах, больше в каких-то внешних вещах, отследить, что у них там внутри происходит. То есть направить взгляд детей внутрь самих себя. И очень важная составляющая эмоционального интеллекта – это умение назвать эмоции. Дети многие не умеют это по-русски делать. Ну, а по-английски, вот видите, тоже сам Бог видит. Ну, и вот этот вот большой плакат, видите, да, можно было шкалу, конечно, нарисовать. Я все понимаю, я не понимаю ничего. То есть надо было найти свое место на этой шкале. Я активен, я пассивен. Мне в моей команде хорошо, комфортно, и мне в моей команде грустно и одиноко. Ну, то есть, видите, все радостные, у всех все хорошо, а дети у нас, как правило, не врут. Если все плохо, они так и скажут, что у них все плохо. Когда дело налажено уже, дети на погружение прямо-таки рвутся. То есть когда у них это ежегодное мероприятие, у нас иногда бывает по два, по три, у нас еще несредметные погружения бывают, здесь тоже ездят. И, в принципе, там они уже приезжают активные, рвущиеся в бой, и специально их подогревать не надо. Но, тем не менее, может быть, на начальном этапе и вообще это полезно бывает, использовать некоторые инструменты вовлечения. Четыре команды у нас с самого начала начинают соревноваться. У каждой команды есть волшебная банка. И за каждое достижение мы выдаем золотые монеты. Они просто нарезаны из золотого картона. Ну, или, знаете, такие подложки бывают под туркики. Прямо очень блестящие, замечательные, просятся на то, чтобы из них наделать монет. И мы эти монеты очень щедро раздаем. И в конце погружения подводим итоги, какая команда победила. Ну, какой-то пресс символический, каждый раз бывает разный. И вроде пресс-то пустяковый, но дети с большим азартом, рвением подсчитывают эти монеты, ревниво смотрят, у кого там больше и так далее. Ну, то есть это важно. И заодно исключительно хорошо работает. Детей современных шоколадными медалями как-то уже сильно удивить нельзя. Поэтому слева вверху, вот вы видите, мы сделали такой апгрейд. Дети получили шоколадные медали, на каждой была написана какая-то характеристика пирата. The most active pirate, the most dangerous pirate, the funniest pirate, ну и так далее. Они их тащили из сундука, не видя, что там написано. Очень хохотали, когда получали характеристику, прям совпадающую с собой, или наоборот, которая совсем не совпадала с тем, как они там выглядят и себя ведут. Менялись иногда, ну, в общем, это было весело. Ну, вот заодно и лексику поставили степень сравнения с ладами. Вот, вот эти чудесные бананы пиратские, это была часть клада. То есть дети нашли не монеты золотые, как, в общем, казалось бы, сам Бог велел. Ну, вот нашли такие бананчики симпатичные. И сертификат, ну, по теме погружения каждый раз делается красивенький такой. Получают все участники формата 4, получают все вожатые. Я знаю точно, что бережно хранят, прямо в папку собирают те погружения, в которых они участвуют. Ну, вот. Значит, мы с вами накидали видов деятельности, мы с вами набросали какое-то содержание, уроки даже спланировали какие-то в школе пиратов. Ну, и теперь это нужно выстроить в логическом порядке. Ну, у нас это получилось примерно таким образом. Учитывая, что мы заехали во второй половине дня, я чуть-чуть прокомментирую быстренько, это команда образования. Учитывая, что я классный руководитель, каждый раз приезжают одни и те же дети. Ну, иногда какие-нибудь гости залетные. Плюс вожатые. Но каждый раз мы делимся на команды заново. Стараемся друзей, наоборот, развести по разным командам, чтобы каждый научился работать с каждым, и это здорово работать. Они готовят сразу представление команд, и сразу входят в какое-то мероприятие в виде квеста, квеста, олимпийских игр, если это тема, например, Греция древняя. А чтобы было это как модно азартно. Можно что-то поделать ручками, можно поучаствовать в какой-то игровой программе, поиграть в кости, поскольку пираты. Ну, вот перед сном, конечно, лучше какую-то деятельность менее шумную, чтобы дети немножко побеспокоились, потому что потом полночи приходится укладывать спать. На второй день мы имеем уроки в школе пиратов. Загадка старого пирата – это длинный такой текст, в котором есть некоторый дефицит информации, который нужно додумать. Ну, вы знаете, наверное, такие загадки. Тоже способ занять детей, ну, примерно на полчаса. Обязательно мы проводим в гарнице, неважно, пираты у нас, или космос, или киносъемка. Ну, вот дети ее любят, это возможность вывести детей на воздух, они там бегают радостно, потому что подышать тоже надо. Копировки на бананах, я уже говорила, репетиция, спектакля, турнир по морскому бою, пиратская вечеринка. Ну, и третий день такой уже последний, подведение итогов, обязательно поиски клада, обязательно, если это можно, если эпидемиологическая обстановка позволяет, у нас, как правило, позволяет, потому что свои же родители приезжают, как мы родителям что-то демонстрируем, ну, вот в данном случае это впечатление. Ну, вот практика показала, что эта программа перенасыщена, потому что бывают дети медленные, бывают дети очень быстрые, бывает, требуется какая-то заготовочка, чтобы занять те команды, которые справились быстрее, то есть принцип у нас такой, чтобы дети не болтались, мы хотели раньше проводить здесь цифровой детокс, забирать у детей с сотовой телефона. Оказалось, что этого делать вовсе даже не нужно, потому что дети просто телефоны не открывают застать. Самое главное, это отмечать все их достижения, даже самые незначительные, на первый взгляд, и тогда дети с азартом сидятся во все мероприятия. И есть у нас еще такая штука, как после действия, ну, собственно, я об этом уже сказала, то есть все продукты, которые мы на погружении изготовили, мы привозим в школу, привозим, и все люди облизываются, ходят, смотрят, интересуются, задают вопросы и просятся с нами на погружение. Ну, почему бы и нет, мы берем иногда. По умничью, напоследок, вот такая таблица у меня выстроилась с результатов, ну, она, конечно, такая небольшая, это не результаты одного погружения, это результат системной работы. Мы кропотливо и старательно стремимся к этим результатам из года в год, ну, и кое-что уже получается. Презентацию я положу сейчас в чат, ссылку на презентацию, можно будет ее взять и рассмотреть внимательно, если будет желание, результаты, там, цели, задачи и прочие вещи. И положу в чат свой электронный адрес, если кто-то будет присутствоваться, посотрудничать, попереписываться, позадавать вопросы. Я с большим удовольствием это буду делать. Спасибо за внимание. Спасибо большое всем, кто участвовал, говорил и писал. Александра, ну, только можно один вопрос? Есть ли критерии отбора вожатых старшеклассников? Это, естественно, хорошие английские, свободные английские у нас такие ребятишки есть, но иногда бывает везет, и у меня есть старшие классы, я прямо понимаю, что ребенок энергичный, деятельный, доброжелательный, такой стрессоустойчивый, который готов там с утра до ночи работать. Ну, их же видно таких детей, да? И плюс еще иностранный язык, конечно же. Ну, у нас есть в нашем лицее, у нас лицей, дети не то чтобы отобранные, но просто контингент такой, так получилось на микроучастке. Такие дети у нас прямо есть. И они уже подходят и записываются, можно на следующее погружение, я еще друга приведу. Он тоже хорошо говорит по-английски, очень хочет. Поэтому смешанные команды, это потрясающе здорово. И они получают вот этот педагогический опыт, они понимают, как горько учительский хлеб, но с другой стороны, некоторые прямо самоопределяются, потом идут в институт. Спасибо большое. Здорово, здорово, да. Спасибо. А ссылочку, Елена? Сейчас я положу. Положите, я ее скопирую бережно и сохраню, потому что иначе потом, ну, не все смогут, не все смогли послушать наши, ну, наши вебинары, потому что на параллельном, например, присутствуют. Я думаю, что этот опыт очень-очень полезен. Другие хотели бы познакомиться еще тоже. Вы закончили делиться презентацией, да? Можно? Ксения Юрьевна, вы можете вступать теперь в свои права докладчика. Представьтесь, пожалуйста, тоже, хорошо? Сейчас, сейчас, сейчас. Продолжаем говорить про погружение. Да, продолжаем говорить. Сейчас я пытаюсь открыть, потому что... Меня зовут... Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Денис Васильевич Юрьевна. Я учитель английского языка в Сухобуземской школе, в Сухобуземской школе. Ну, и по совместительству организаторов погружения в английский язык в нашем районе. Презентацию видно? Да, да, да. У нас как-то так случилось, что очень-очень похоже на то, что происходит у Елены Александровны. Для меня прям вот прям неоценимый опыт. То, что вот прослушала, и очень-очень-очень полезный. Ну, вот расскажу то, что делаем мы. Глобальная цель вообще погружения в целом – это, конечно, повышение мотивации учащихся к изучению английского языка. Ну, и вы видите задачи, которые ставятся как раз вот по достижению этой цели в общем. И вот поскольку на сегодняшний день лишь небольшое количество детей стремится овладеть иностранным языком на уроке, на уроке иностранного языка, вот они стремятся, лишь мало их количества стремится овладеть свободным говорением, и они пишут, читают со словарем. Именно поэтому мы разрабатываем программы, дающие детям возможность задуматься, что английский, немецкий или любой другой язык стоит учить не ради самого языка, как знаковой, да, вот этой системы, а как орудие познания другой культуры. И тематики погружения у нас варьируются в зависимости от интересов и потребностей учащихся. У нас проходили погружения как кино «Зеркало жизни», индейцы на берегах и не сели, пиратское погружение у нас было. Погружение «Я идеальный ученик» или «Известность, благо или вред». Здесь вот в рамках уже конкретно тематического погружения ставится более узкая конкретная цель и какие-то конкретные задачи. Наши погружения делятся на две группы. Первая группа погружений – это погружение с проживанием в течение трех дней в кемпинге на берегу реки Енисей или на берегу озера Широкое. Это неналеко от истока. И второй тип погружения – это однодневное погружение в рамках четырехчасовой работы на базе Схабузинской школы, где собираются ребята только нашей школы. Там, где трехдневное погружение, там, конечно, ребята со всего района съезжаются. У нас там порядка 30-35 детей. Те погружения, которые, конечно, на базе школы проходят, там у нас небольшое количество учащихся. Ранее мы привлекали иностранных студентов Сибирского федерального университета для участия в наших погружениях. Делали мы это два года подряд, но вот как-то так потом мы перестали их приглашать. Для получения желаемого результата на погружениях в рамках одного дня используем фронтально-групповые, фронтально-парные формы работы, которые гораздо быстрее позволяют улучшить навык говорения. И вот мне хотелось бы на... Ой, сейчас, перелеснула. На базе одного такого погружения, вот на примере этого погружения, вот рассказать, как мы работаем. Это последнее погружение, которое проходило у нас в марте 2022 года. Погружение называется «Не помещайте людей в рамки». Погружение было связано, тесно связано с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Почему мы выбрали эту тему? Темы, как правило, выбираются совместно с детьми. Почему эта тема была последней выбранной нами? Потому что в последнее время рядом с нами очень много детей с как раз ограниченными возможностями здоровья обучаются рядом с нами, которые имеют полное право быть в строю точно так же и точно так же участвовать и в погружениях, и во всем остальном. И в рамках этого погружения дети как раз учились быть толерантными, терпимыми друг к другу, вне зависимости от того, ограничены ли у тебя возможности здоровья или нет. Когда было только начало самого погружения, у нас помещение было, естественно, оформлено с использованием фотографий спортсменов-паралимпийцев, ученых с ограниченными возможностями здоровья. И на доске была надпись на английском языке, которая говорила, не помещайте людей в рамки. Детям были предложены листочки, на которых они должны были написать свое отношение к этой тематике. То есть вот что они чувствуют, как они готовы вот эту вот тему прожить, что это для них. Они это написали и должны были отложить в сторону. И не возвращаться вот к тому, что они написали до конца погружения. После этого им был предложен эксперимент. Первый эксперимент заключался в том, что им необходимо было написать свое имя без рук, неважно чем, ногами, зубами. Кто-то прижимал карандаш к плечу и пробовал написать свое имя и фамилию на английском языке. Второй эксперимент. В паре, совместно договорившись друг с другом, они должны были заварить себе кофе. Договаривались, как они будут банку открывать, как будут насыпать туда сахар, кофе, подносить горячий чайник к этой кружке. Все это они делали с закрытыми глазами. В рамках этого эксперимента у детей было, конечно, огромное количество эмоций, и они смогли ощутить себя так, как чувствуют люди, которые ограничены в чем-то. И в результате этого дети могли помимо вот этого обсуждения своих эмоций прочувствовать, что как раз они сами для себя эти рамки устанавливают. Следующим этапом это были работы в группах, работали с текстами. У каждой группы был свой текст про спортсмена-паралимпийца. Дети готовили и представляли оставшимся другим группам. В результате этой работы и обсуждения дети пришли к выводу, что спортсмены-паралимпийцы их очень сильно вдохновляют вообще на любую какую-то деятельность. Что они ровно точно так же готовы участвовать во всех соревнованиях наравне с людьми, у которых, собственно, все руки и ноги на месте. И одним из последних этапов была работа с видео, как чувствуют себя, что для самих людей-инвалидов недееспособность. И здесь-то дети увидели, что оказывается для них недееспособность не отсутствие руки или ноги, а, например, отсутствие всего лишь удобного инвалидного пресла. Если у них есть это удобное инвалидное пресло, то они чувствуют себя абсолютно дееспособными, абсолютно комфортными. В конце дети разработали программу помощи детям-инвалидам, в рамках которой они могут чувствовать себя наравне со всеми остальными. И самая последняя была форма нашей работы – это возвращение к первоначальному листочку, не переворачивая его, дети должны были написать, опять посмотрев на эту тему, что она сейчас для них значит. И потом, перевернув, вынести все на общую доску для всеобщего обозрения и посмотреть, как изменилось их отношение вот к этой теме по результатам работы. И очень многие пришли к тому выводу, что дееспособность и недееспособность – это всего лишь формальность, то, что мы сами для себя устанавливаем. Вот это то, вот такое погружение, которое прошло у нас вот буквально недавно, все это в рамках одного дня. У нас погружение проходит, как правило, вот тематически, вот в такой, ну, здесь оно, конечно, не совсем урочная форма работы, но также присутствует работа с текстом, дебаты, и вне зависимости от какого-то, ну, от тематики погружения, то есть все равно всегда дети что-то обсуждают, доказывают свои идеи, обязательно у нас есть перерыв, в рамках которого все так же на английском языке дети общаются на свободно отвлеченные темы и играют в крокодила. Крокодил, я думаю, все знают, игра «угадайка», да, когда пантонимы показывают и угадывают, что им показали. Только у нас она немножко трансформированная, мы играем в слова, когда пытаются лексически объяснить, что это за слово, и дети отгадывают. Здесь мы подбираем вот именно для релакса, для отдыха такие слова, чтобы маленечко, чуть-чуть отвлечься. Но, конечно, в рамках этого погружения мы не проводили, потому что для детей прямо переварить все происходящее было, конечно, трудновато, но это для них было очень значимо. А когда какие-то погружения более отвлеченные, да, не настолько серьезная тематика, мы вот такое проводим. Когда у нас проходят трехдневные погружения, мы точно так же стараемся работать не более 4-5 часов, погружаясь именно в английский язык. Поскольку у нас это проходит на берегу реки Енисей, у нас кемпинг, то когда наша работа в рамках вот именно тематической с английским языком заканчивается, дети очень любят посидеть у костра, опять же, обсуждая какие-то темы, планы на будущее, пользуясь английским, и проводят вечерние игры. Дартс или какие-то подвижные игры на догонялке. И обязательно по итогу каждое погружение, которое проходит на природе, таких у нас было три. Дети ищут, вот когда было пиратское погружение, дети искали клад. Когда было у нас погружение индейцы на берегу реки Енисей, дети искали наследие предков. То есть они обязательно что-то ищут, устраивается вот такой квест, где они совместно взаимодействуют и находят, и получают приятный сюрприз. Ну вот я очень кратко так поделилась тем, что у нас проходит. Спасибо большое. Это тоже очень полезный опыт. Замечательно, когда вы действительно рассказываете о вариантах, когда работаете со всеми особенными детьми, потому что немногие рискуют как бы брать их на погружение, особенно такие люди пишут. А здесь мы нашли очень хорошее время. Спасибо. Вам спасибо. Я думаю, что сейчас есть смысл. Люди, наверное, будут интересоваться все-таки, когда посмотрят еще и записи кто-то, выйти с вами на связь и попытаться, может быть, совместно поработать. Значит ли это, что вы готовы, например, приглашать или присоединяться к другим коллегам, которые проводят погружение? Или хотели бы присоединиться к вам? Всегда. Всегда за. Я предлагаю, чтобы вы могли с вами использовать вашу личную адресацию, немножко какое-то время поработать консультантами по поводу организации погружения, может быть, возможно. Ксения Юрьевна, вы, может быть, тоже напишите свои контакты, чтобы, если будут желающие, но и мы их тоже... Написать вот здесь. Да, напишите, я скопирую, и мы потом в результатах нашей конференции это все отразим потом. Конечно, конечно, я вообще только за такие мероприятия. Спасибо. Спасибо большое. Вы будете небольшой перерыв делать или прямо сразу начнете? Наверное, сразу начну, потому что у нас и народу немного, и вроде бы время не прошло, только 50 минут. Я не думаю, что многие устали мы сильно. Понятно. Я тогда, с вашего позволения, немножко отлучусь, посмотрю, хочу еще посмотреть другой мастер-класс. Хорошо. Большое спасибо коллеги всем нашим ведущим сегодня, и желаю вам дальше интересной работы. До встречи. Ксения Юрьевна, можете остановить демонстрацию, пожалуйста, свою? Чтобы... Я сейчас, когда буду демонстрировать, у меня тоже могут быть проблемы. Ага, спасибо большое. Так, я тогда включу поделиться экраном. Доступ к аудиосистеме вроде бы нам тут не нужен будет. Так, поделиться. А, вот этим экраном поделиться. Поделиться. И вот так. Что сейчас видно? Видно название? Концептуальные рамки, ну и так далее. Да. Ага. Спасибо. Вот. То есть тема моего выступления звучит, на самом деле, вот так, в программе «Развитие креативного мышления на уроках иностранного языка». Но в свете вчерашних выступлений у нас очень, так очень много было затронуто вопросов по поводу развития вообще функционального, функциональных вот этих навыков всех, да, в совокупности. «Креативное мышление» только один из них, но и про него было достаточно много сказано. Вот хотелось бы вспомнить несколько слайдов из презентации Светланы Геннадьевны Яковлевой, которая как раз и говорила, что креативность – это одно из очень важных навыков в настоящее время, да, который необходим просто для становления человека растущего. и для эффективности его, ну, вот, будущей жизни, уже будучи взрослым, да. Смотрите, мы будем сейчас говорить именно о креативности и на уроках, может быть, и не на уроках. Вот первое замечание – это очень, как бы, хорошо, удачно продолжает разговор, начатый предыдущими двумя спикерами, потому что, как бы, погружение, мы сейчас видели, как нельзя лучше или очень хорошо развивает вот всю эту функциональность, включая и креативность тоже, да, то есть это был прям наглядный пример, каким способом можно, кроме уроков, развивать креативность, согласитесь? Вот. И если позволите, у Светланы Геннадьевны был такой слайд, что подразумевать под креативным мышлением, чтобы мы дальше смогли понимать, что с этим делать на уроках, то из каких определений мы будем исходить. Если говорить про, как ПИЗа вот это исследование международное понимает, то здесь креативное мышление – это способность продуктивно участвовать в процессе выработка, оценка, совершенствования идей. Но не просто идеи, сами по себе идеи о чем-то, да, а эти идеи должны быть направлены на получение вот следующих выделенных слов, да, каких-то эффективных решений, каких-то новых знаний или какого-то эффективного выражения воображения. Если кто-то не был вчера, не слушал вчера выступления, то, ну, вот это нам пригодится. И второй момент. Есть тоже признаки креативности, которые используются просто в психодиагностике. Например, Гилфорд выделяет четыре признака. Ну, здесь, чтобы просто это была не лекция, а какое-то взаимодействие, вы тоже включайте микрофон. Так, у меня общение. Ага, как-то странно здесь я вижу. Ну, буду смотреть. Если что, не поняла пока, как мне увидеть ваши комментарии, если они будут. Ну, смотрите, четыре признака креативности. Как вы думаете, прочитайте определение, что скрыто этими прямоугольничками. Какой первый признак? Так, чуть никого не слышу. Кто-нибудь? Большое количество разных идей. Большое. Нет, это признак, он существ... Это будет слово существительное, которое... Могу подсказать на букву Б. Да, на букву Б. Чем, ну да, например, человеку говорят, тут назови чего-то там, чем больше, тем лучше за одну минуту там. Чем больше, тем выше получается у человека. Какое качество креативности? Продуктивность. Ну, давайте тогда так. Я убираю, и вы видите, что это первое качество называется беглость. Значит, это чем больше за какое-то... Не просто чем больше, а за какое-то конкретное количество времени, да, тем лучше. Это просто беглость мышления, да. Вторая характеристика – способность выдавать по одной проблеме разные непохожие идеи, да. Читаете, да, текст? Ну, вот проводили экспресс-исследование, учитель назвал два слова «Газета и верблюд», и то же самое время засекается, и дети должны были придумать как можно больше вопросов за это время, чтобы в вопросе фигурировали оба эти слова. Вот написано, ну, пример, пример вы видите, да. Вот. Это про какое качество, про какой признак креативности идет речь? Ну, давайте тоже не буду томить тогда. Это гибкость мышления, да. Гибкость мышления. Про гибкость мышления мы потом чуть-чуть еще дальше прочитаем этот текст. То есть это дали детям примеры, включающих оба эти слова, а потом гибкость, как все-таки понять, у кого гибкое мышление, у кого нет. Может, кто-то сразу скажет мне? Как мы будем оценивать, у кого гибкое мышление, у кого нет, по тем вопросам, которые дети записали? Если ребенок написал вопросы, которые начинаются все со слова «что», или большинство вопросов, то это будет гибкое мышление или негибкое? Если все вопросы будут однотипные, да, то это негибкое. То есть гибкость подразумевает непохожие идеи по одной какой-то теме, проблеме, придумано что-то, идеи, вот если в первом беглость, это как можно больше, неважно каких, то тут все-таки уже как бы немножко другой признак. Они должны друг от друга отличаться. Третий признак креативности – новизна, что-то, чего не делают все остальные. Иногда думают, что именно это главное качество креативности, но на самом деле не оно. Вот как вы думаете, что скрыто здесь? Какое слово «скрыто»? Оригинальность? Да, точно оно. Это оригинальность, конечно. Вот. И, конечно, человек может быть оригинальным, но как отличить… Это оригинальность креативная или не креативная? Вот в чем вопрос. Как бы, да. И четвертое качество – это нашего мозга, которое характеризует креативность. Это выбор из множества идей, как говорил Планкаре, идей много, но ни одна из них не работает. Селекция на работоспособность идей – это тогда что? Критичность, наверное. Буква «Р»? А? Это разработанность идей. Вот. И если… Ну, я нашла все эти четыре качества креативного мышления на английском. Это вот так звучит. «Influency, flexibility, originality и elaboration». Если вам захочется, допустим, погуглить, как это… как можно это развивать на уроках, и вы захотите запрос сделать по-английски, то вам понадобятся именно вот эти термины, да, про креативное мышление. Теперь смотрим. То есть, с одной стороны – пиза, с другой стороны – другие. Ну, вот, ученые, которые занимались в этом направлении, занимались этим, подразумевают под креативным мышлением. Ну, вот, здесь, смотрите, выработка, оценка, совершенствование идей. Здесь, что это беглость, гибкость, оригинальность, разработанность, как бы, да, вот. И в итоге, посмотрите на эту таблицу оценки. Как бы, ну, мы какие-то навыки, скиллы мы сначала развиваем, а потом мы оцениваем, развились они до нужной, до нужных размеров или не развились, да, вот, как это функционирует. Вот, что выносится на оценку той же самой пизы. Есть сходство между первым и вторым слайдом? В чем оно? То есть, пиза, на самом деле, тоже проверяет и беглость, и гибкость, и оригинальность, и разработанность, правильно? Вот эти качества мышления или оригинальность, разработанность идей. А беглость, и гибкость, разнообразие – это про мышление, а это про идеи, да. Вот. И что тогда с этим всем делать? Для чего это нужно нам, вот, учителям английского языка? Для того, чтобы что-то развивать, надо знать, как это потом будут проверять. Ну, может, кто-то скажет, что разве это будет? Будет где-то проверяться? Ну, во-первых, это будет жизнью проверяться, да. Если у человека вот это вот развито, то он в жизни намного эффективнее. Его поведение, его успехи, его результаты – это в жизни потом отзовется, как бы, сторицей, да. Но, может быть, это и будет плюсом в исследовании, которое Россия будет проводить в октябре. Кто не знает, скажу, что хоть и международное исследование в апреле было отменено, оно планировалось, да, на апрель. Некоторые школы Красноярского края в нем тоже должны были участвовать, и мы долго готовились к этому. Но в октябре будет наше российское исследование по типу этих заданий. Вот те, кто слушал презентацию вчера Светланы Яковлевой, она там выделила по проведенным уже исследованиям, какие, вы помните, что западает, какие недостатки у детей были выявлены вот в развитии этих качеств, чего им дается с большим трудом, чего они пока не умеют, кто помнит? Никто не помнит. Помните про систему заданий, да? Сейчас, секундочку. Мой рабочий стол сейчас видите, да? Смотрите, у детей есть трудности с письменным самовыражением, они не умеют письменно сюжет, например, какой-то придумать. У детей есть затруднения с описанием чего-нибудь, да? С придумыванием, с созданием чего-то оригинального. У них есть проблема придумать продолжение чего-то. Ну и вот в связи с этим мы должны тогда задуматься, мы как учителя английского языка, что-то с этими затруднениями можем сделать, чтобы они меньше в этом затруднялись или нет, как вы думаете? Вот давайте тогда подумаем. У нас же мастер-класс, вы очень хорошо участвовали, отвечали на вопросы Елены. Вот теперь давайте попробуем вместе покреативить по поводу иностранного языка плюс креативное мышление. Смотрите, заголовок, ну, название своей темы я написала, вопросительный знак поставила после слова «на уроках». Это почему? Включайте микрофон и не бойтесь говорить. Как вы думаете, на уроках или… Ну, наверное, и на уроках, и не на уроках. И не на уроках, да. То есть вот проблемный вопрос, он называется «Как это делать?», «Как развивать?». Вот давайте попробуем решить эту проблему. Как развивать креативное мышление на уроках, а может быть и не на уроках английского языка. Вот первый вопрос, это было про концепцию. То есть чему больше следовать? Заданиям или образцам, которые ПИЗа дает, да, или все-таки, ну, опираться на концепцию Гилфорда и просто развивать эти составляющие креативного мышления, вот беглость, гибкость, оригинальность. Ну, как бы вот про это надо подумать. А может быть, это можно и сочетать, да. Вот еще как? Как еще? То есть мы, допустим, решим, что мы будем, если вы решите, что будете брать, как пример, задание на тренировку вот этих вот, ну, креативного мышления из банка ПИЗа, которая, да, то как еще можно эту проблему решить? Вот я хочу, чтобы мои ученики в октябре, когда напишут тесты по этому исследованию, по российскому исследованию, я хочу, чтобы у них уровень креативности был высокий. Как мне это сделать? Что я буду делать как учитель? Например, я могу найти готовое задание. Еще что можно сделать? Ваши идеи? Мне кажется, любой мозговой стурм на уроках, это уже креативность, потому что у детей есть определенный ступор, когда им предлагают набрасывать идеи. И это нужно специально учить. В группах это получается замечательно, как правило. Собственно говоря, любые вопросы могут быть, не знаю, ваши ассоциации, ну, вот, собственно, сегодня мы это делали. Вот, вы предложили сейчас способ. Например, один из видов заданий, которыми можно это тренировать, мозговой штурм, правильно? То есть вы уже более сужаете. Ну, например, ну, тогда вот сюда же опять, вы сами придумаете мозговой штурм для какой-то темы, для какого-то конкретного урока, или вы найдете заготовку какую-то, что вы будете делать? Ну, если есть заготовки, почему бы их не использовать? Почему бы и не использовать, да? Да. Да. А у кого, то есть мы сами, учителя же тоже, и люди обладают теми же качествами, то есть и креативность у них тоже есть. Кстати, существует мнение, что у учителя, у учителей как раз-таки высоко развитая креативность, да, по сравнению, ну, с представителями других, может быть, профессий. Мы как раз-таки очень много придумываем своего, да. И вот еще у меня такой есть, ну, возник способ. А что, если доработать то, что уже есть в учебниках, как бы, да? Авторы учебников сейчас часто выступают и предлагают, показывают, прям демонстрируют задания в своих пособиях, которые направлены на ту или иную функциональную грамоту. То есть про креативное мышление тоже многие учебники говорят. Вот это задание развивает креативность, вот это, вот это. Ну, так, но для меня, например, когда я смотрю на формулировку какого-то задания, я сразу его начинаю оценивать. То есть для меня, вот в моей голове как-то уже сложились немножко, может быть, не совсем, может быть, их надо как-то написать и почетче выразить, но что-то такое есть, типа, критерия, да, а это на самом деле развивает креативность или только заявляет об этом. Но на самом деле это развивает, но не совсем креативность. Как вы думаете, нужно в голове как бы иметь для себя, а что такое креативное задание? Какие-то параметры этого задания? Конечно, нужно. Я думаю, да, я думаю, да, нужно. Вот спасибо, да, спасибо, что помогаете. Вот тоже в презентации Светланы Геннадьевны был такой слайд, что задания на развитие креативного мышления, они что делают или что призваны делать. Из этих выделенных слов мы можем, ну, как бы для себя что-то вроде критериев тоже обозначить. Ну, вот про то, что смысл изучаемого должен, такие задания должны закреплять и помогать ученикам осознать, что они представляют социальную или личную значимость. Вот для меня это такой очень важный критерий задания. Задание должно представлять для ребенка какую-то социальную или личную значимость. То есть речь идет о... Ну, это дальше на следующем слайде, ладно. Возможность создать альтернативные решения, способность... Ну, это вот то, что дальше записано, это как бы уже способствует присвоению знаний. Это все-таки общее как бы для меня вот слова. Мне вот очень хорошо понятно слово альтернативное решение, то есть надо придумать или брать такие уже готовые задания, если мы находим, что они предлагают разные способы решить какой-то вопрос или задачу, или проблему проект. Так, дальше, что они способствуют не только приобретению или закреплению каких-то знаний, а также и способствуют обладению эффективными стратегиями поведения, действиями какими-то. И смотрите, еще очень выделено так, прямо другим цветом, что они не должны содержать явных, а лучше и даже неявных указаний на способ действий. Вот для меня это важные моменты, когда я думаю, задание действительно креативно, развивает креативность или не совсем. Смотрите еще, что способствует развитию креативности. Это с одной стороны про среду окружающую, какова она должна быть на уроке или не на уроке, чтобы она способствовала развитию креативности. Смотрите, на первом месте создание мотивации. Что для вас мотивация? Что значит задание мотивирующее? Это как? Ребенок захотел его выполнить. Да, чтобы захотеть. У ребенка возникло желание поработать с этим заданием. Да, а когда такое желание возникает? При каких условиях? Ребенок понимает, зачем. Когда интерес. Вот, смотрите, когда интересно, первое. Да, понимает, зачем, есть интерес. Когда понимаем, зачем. То есть цель понятна этого задания, что если я его выполню, я что-то для себя приобрету такого интересного. Да, вот, значит, первое, интерес. Второе, понятно, цель, зачем его выполнять. Это очень, вот, как раз самая главная, наверное, составляющая мотивации. Спасибо вам. Ну, и дальше, что ученику надо давать выбор, не надо говорить, что вот ты прав, ты не прав, там, или что-то такое, да. Но, тем не менее, рефлексия нужна. Она там тоже есть. Вы на последнем месте смотрите рефлексия. То есть каждый должен, как бы, послушав других, тоже потом понимать. А он правильно, ну, в смысле, его креативность была в точку или не в точку, в каком месте и так далее. Отсутствие единого алгоритма, мы про это же говорили, использование знаний и по предмету, и из разных областей. Смотрите, еще разработка собственного продукта группой. Это очень похоже на какую технологию, там, где продукт какой-то разрабатывается. на проектную, да, технологию. У нас в проекте, может быть, какой-то продукт появится, да. А если такой продукт есть, то, с одной стороны, дети видят результат своего труда, а если этот продукт еще и какой-то связан с их жизнью или с реальной жизнью, он понятен, что это можно использовать где-то как-то, да, то это вообще супер. Мотивация тут тогда вообще на высоте. Вот. И смотрите, я привожу пример из учебника, новый учебник, который недавно вышел. Он есть пока что в существующем идеальном перечне. Это учебник TeamUp. Многие хвалят этот учебник, но он основан на четырех зарубежных учебниках, почти точка в точку, да. Ну, там авторы добавили какой-то контент по поводу нашей страны, понятно, да, но в основном все задания копируют задания учебников от четырех других зарубежных курсов. Ну, я не помню, из какого это класса, но вы видите, что здесь задание есть, которая рубрика, рубрика такая, Create, да. Давайте попробуем оценить, вот исходя из тех, ну, критериев, не критериев, требований и условий, что мы сейчас подумали, какое должно быть задание, которое вот могло бы развивать, я вернусь к этому слайду, беглость, гибкость, оригинальность, разработанность, да, вот должно быть направлено на эти компетенции, на выдвижение просто разнообразных идей, на выражение какой-то именно креативной идеи или на доработку идей, да. Вот это задание, сочини свое стихотворение вот на базе предыдущего задания, да, как упражнение 2 и используй разные слова, связанные с Рождеством и едой. И несколько слов приведены, как бы, в пример, Stockings, Presence, Pudding. Если мы пройдемся по тем критериям, которые вот мы сейчас обозначили, каким критериям оно соответствует, а каким нет, что можем ли мы назвать его точно креативным, а если все-таки не можем, то как бы его немножко видоизменим, чтобы оно все-таки больше развивало креативность, чем вот сейчас в таком виде. Жду вашей идеи. Есть какие-нибудь идеи? Ну, возвращаясь к мозговому стурму, да, и к беглости, например, мы можем обращать слов, которые, в принципе, туда могут пойти. То есть у нас вот здесь 3 примера всего. Мы сейчас, не знаю, много лексики вообще на тему расписку, да? Да, да. Ребята, предложите, пожалуйста, свои какие-то слова. Вот, мозговым штурмом расширить список слов, которые можно потом использовать в своем стихотворении. Например, такая. Это будет развитие беглости мышления. Отлично. Например, так. А еще какие-нибудь идеи, может, есть у кого? Ну, например, если я так детям скажу, сочините свое стихотворение, но уже не на тему Рождества стихотворения, а на тему других праздников, о которых вы уже знаете в англоговорящих странах. Ну, я думаю, что они уже проходили и Хэллоуин осенью, может быть, к праздникам относятся и Бёрздэй, к праздникам относятся и Истэ, и много чего еще к праздникам относятся. Вот, можете, я вас не ограничиваю, можете сочинять стихотворение свое на любой, про любой праздник, какой хотите, использовать любые слова, которые вам хочется, не обязательно связанные с едой. Вот, это так. Можно ограничивать само стихотворение, сам вот этот текст, либо они наворотят чего-то очень далекого от этого стихотворения, или креативность их может очень далеко завести, я вот сейчас учусь. Ага, но мы только как бы этим текстом даем образец, чтобы ребенок понял, что такое стихотворение, это какая-нибудь рифма обязательно, да, дэй, плэй, фан, что у них должна быть какая-то рифма. А вот на тему и использование лексики, грамматики, вот какую хотите, какую хотите, это оно бы было, оно бы стало больше креативным, ну, или, или что? Ну, выйти за рамки Рождества, да, выйти за рамки какого-то праздника, это, наверное, все-таки одна ступенька вверх. Да, потому что тут уже, тут видите, какая была, не содержать указания на способ действий, то есть, чем меньше подсказок, чем меньше путей решения задачи, тем лучше, как бы, да, вот какой хотите праздник, какие хотите слова, но тогда, я думаю, что детям будет трудновато это сделать, тут, мне кажется, не хватает еще вот такого условия, как мотивация, создание учащихся мотивацией, а зачем мне это стихотворение, да, вот смотрите, разработка собственного продукта, продукт, он должен разрабатываться не просто так, ради продукта, а для того, чтобы его где-то потом использовать, или что-то потом с ними делать, на то он и продукт, что с ним что-то потом делать, да, а для чего я должна это стихотворение придумать вообще? Давайте создадим какую-нибудь мотивацию. Писать это стихотворение, ну, в какой-то праздник, например, да, мы будем его где-то исполнять, это стихотворение, самое лучшее. Да, давайте подготовим для родителей, для концерта, да, напишем стихотворение, сами сочиним, про то, как, ну, про разные праздники, например, да, или там, ну, вот самое главное, мне кажется, в создании таких заданий, не обязательно даже на креативность, а вообще на развитие всех функциональных грамотностей, это мотивация, это найти, создать такую легенду задания, такую инструкцию к заданию, которая была бы максимально приближена к жизни, или, ну, еще мотивация, вы говорите, интерес, мотивация это интересность, а интересность можно достичь за счет игры, вовлечения ребенка в игру, если мы представим это задание в виде игры, то это как раз та деятельность, которая является ведущей, например, в начальных классах, ну, и в средних, и в старших, она, игра, конечно, становится просто посложнее, но это всегда мотивирует, если им предлагают игру, то это мотивация, ну, сто процентов, ну, если она, конечно, проработана хорошо, так, чтобы это было и по силам, и по возрасту, и все такое, да, но придумать это для учителя, вот это самое, самое тяжелое, если в учебнике пока этого нет, то, ну, я представляю, что, что они мне напишут, если это их не задело, если это их не зацепило, ну, я, я, я думаю, что, либо они будут мучиться, долго придумывать, и потом проклянут этот английский язык, зачем нас это заставляют делать, да, то есть нужно цель придумать, или придумать игру такую, интересно, согласитесь? Ну, вот еще два задания, тоже рубрика Create, придумай зарядку для друга, ну, рядышком есть, например, повторение повелительного наклонения, там, да, какие, что за грамматика здесь используется, и вот такое задание, после отработки этой грамматики, придумай зарядку для друга. Но, само по себе, ну, как вы думаете, тоже креативное, некреативное, развивает креативность, и что именно из креативности оно развивает? Словесное самовыражение, или визуальное, письменное самовыражение, или визуальное. На какую компетенцию направлено? На беглость, на гибкость, на оригинальность? Ну, если набрасывать много идей, тогда это будет беглость. А если, например, провести конкурс на самую оригинальную зарядку, то есть, ну, бывают же повторяющиеся фразы, да? Да, да, да. Ну, ему в ябоде. А может быть, кто-то придумал что-то такое, чего не придумал никто другой. То есть, постараться сделать... Ага, если я как учитель дам им такую установку, а попробуйте придумать такое действие для зарядки, такое упражнение для зарядки, которое мало кто придумал. Ну, тут-то начнется закипание мозгов, но, с одной стороны, вот этот вызов, как бы он сам по себе интересен, наверное, да, ну, достаточно мотивирующий. Придумай. Ну, если при этом предложить приз, хотя бы даже какую-то наклеечку или что-то еще, да, самому оригинальному, а для того, чтобы определить, кто самый оригинальный, мы должны будем все свои идеи как-то показать или где-то отразить на листочках, где-то, чтобы все посмотрели, повторяющиеся, как бы, вот, в сторону, а те, которые ни разу не повторились, вот, из них потом выбрать, может быть, самое, самое интересное, да, для зарядки, ну, самое интересное такое действие, самое необычное. А потом выйти в школьный коридор и провести зарядку на английском. Да, вот, вот, в чем, вот, довести это до логического какого-то, вот, у нас получился продукт, что с этим продуктом делать? Ну, так провести эту зарядку, получается, надо. Тогда у детей будет больше стимула, как бы, все это делать, конечно. Но пока что, вот так как оно в учебнике, оно, ну, как бы, оно тренирует, да, язык. Но оно не совсем, я думаю, креативно. Или прочитайте определение и скажите сначала, что это за слово. Тренируется, как вы думаете, какая лексика? It's got a lot of buildings and a lot of people. It's very big. It's got water. It's white. It isn't a river. It isn't a waterfall. И так далее. Тема лексическая какая? Окружающий мир, город там. Да, природа, окружающий... Леса, поля, горы, вот это вот, да, географические всякие объекты. Ну, и вот задание. Make a new definition to your partner. Ну, я опять спрашиваю, а зачем я должна... Ну, если провести игру, там, да, чтобы потом посмотреть, какая команда выиграет, создать свою загадку про другие объекты или про эти же над другими словами, и потом проведите викторину. Какая... Одна команда задает свои придуманные вопросы, загадки другой команде, и наоборот, и потом смотрят, кто сколько угадал, баллы сравнивают, кто выиграл. Если это сделать во время игры, то, конечно, у меня будет стимул создавать такую загадку. Да, так просто make a new definition for your partner. И что с этим definition будет? Ну, отгадает он или не отгадает, и что? А другая группа должна нарисовать то, что она услышала. О, видите, видите, как интересно. Это уже будет гораздо интереснее и гораздо... Или даже, знаете, или даже несколько групп, например, да, каждая группа придумала свои загадки, одна группа рисует, ну, эти определения диктует, а остальные группы рисуют, а потом эти рисунки сравнить. А сравнить у разных групп, что получилось, одинаковые рисунки или нет, да? Да. Ну, да. В этой серии правильно ли услышали, ну, и насколько творчество подошло? Смотрите, тут еще и подключается визуальное выражение, так ведь, но только мы тут не фантазируем, а мы изображаем то, что мы слышим, но это же способствует развитию наших рисовальных навыков каких-то, да? А это рисование, это же тоже творчество, креативность. То есть, да, видите, как много можно ходов придумать для того, чтобы сделать это задание детям более реальным, как бы, либо к игре его приблизить, либо приблизить к чему-то в жизни. Но, допустим, где мы можем встретить такие определения, вот как здесь, в жизни, они где-то встречаются, если в жизни приблизить к реальному чему-то? Это похоже на загадки, правильно? А где мы загадки загадываем, мы угадываем? На конкурсах на каких-то, на вечерах, на праздниках, ну, да, сценарии мы их включаем, потом мы их проводим, веселимся, ну, вот как-то увязать с какой-то этой темой. А, кроссворд еще можно составлять с определениями, а не переводной. Да, кроссворды составляем из таких загадок, точно, точно. Ну, вот. Сделайте кроссворд для того, чтобы в сборник для внеклассной работы учителю включить, да, и дети думают, ага, надо учителю помочь, как сделать уроки английского интереснее. Ну, давайте придумаем кроссворды такие. Ну, ладно. Здесь вот эти материалы были взяты из презентации, вот из этой, которую я сейчас покажу. Это издательство «Просвещение», так и называет, назывался вебинар «Формирование функциональной грамотности на уроках английского именно языка». И тут понятно, что речь идет не только о креативности, а и обо всех остальных. в видах грамотности, да. Но креативности тут посвящено довольно-таки ну, несколько страничек. Вот креативное мышление, оно начинается, не вижу номер странички, тут что-то куда-то ушло. Но здесь можно четко посмотреть, на базе каких действий умственных оно формируется. Например, на таких логических действиях, как сравнение, категоризация, классификация, обобщение, на аналогиях. Вот. Это даны примеры из ПИЗовских заданий. Кстати, они тут даны на английском языке, как вы видите, да. То есть можно посмотреть уже проведенные задания, которые были использованы уже в предыдущих годах, в предыдущих тестах. И, ну, прямо вообще эти задания, они комплексные. То есть они состоят из трех или четырех задачек. Каждое такое задание, оно как бы в виде проекта своеобразного, да, в нем три или четыре задания внутри. Но на уроках можно брать не полностью все четыре задания, а по очереди или какой-то одной из них. так как мы должны формировать не только какое-то одно свойство креативного мышления, а все в совокупности и беглости, гибкости, оригинальности, разработанности, то нужно так стараться, чтобы все такие задания на развитие вот этих вот свойств присутствовали по очереди, чередовались, ну, либо взять, может быть, какой-то проект действительно на один-два урока и сделать что-то комплексное. Проект позволяет очень хорошо вот интегрировать как раз все функциональные грамотности в одно задание. Вот тут приведены, да, и про проект тут сказано, но опять же, с моей точки зрения, если я применю вот как бы свою систему критериев к этому, все равно требуют доработки. То есть, то, что в учебниках нам дают, оно, с одной стороны, это пища к размышлению, учителю, а с другой стороны, его нужно под определенные цели дорабатывать что-то обязательно. Ну, я мало видела идеальных заданий, которые вот просто можно брать, идти и делать. Все равно что-то нужно изменить. То есть, адаптирование это вот наша прямо насущная такая пока действительность. Что еще хотела показать? Да, вот вот в этом у меня есть ссылочка к этому слайду. Есть серия на сайте «Мама, помоги» есть серия статей по поводу креативного мышления и его развития. Вот хотелось бы немножко еще сюда вернуться. Допустим, отвечая на вопрос «Как формировать креативность на уроках английского языка?» я могу же допустим найти информацию про то, как на своем, на русском языке формировать креативность у детей и что-то из этого преломить, трансформировать, изменить и применить это в английском языке. Я же могу изменить, перевести формулировки заданий с русского на английский, правильно? И могу это привязать к какой-то теме, которая сейчас проходят мои дети по учебнику. И вот это про гибкость, допустим. Дальше она приводит пример, теперь само исследование. Я даю слова «река» и «банка» и в течение трех минут пишутся ответы. И вот она говорит, что гибкость выше тем, чем больше разных вопросительных форм используется человеком. Смотрите, с одной стороны, если мы на английском языке такое задание проведем, с одной стороны мы тренируем гибкость мышления, а с другой стороны мы повторяем грамматику очень хорошо. Мы тренируем задавание вопросов, а в задавании вопросов, как известно, до самого 11 класса, что показывает ЕГЭ, дети не умеют правильно задавать вопросы. Сколько ошибок вот в этом задании на то, чтобы мы задали вопросы конкретной ситуации. Пять вопросов по по каким-то ключевым словам надо задать вопрос в ЕГЭ. Вы знаете прекрасные эти задания, ошибок-то куча, но почему бы таким не совместить развитие креативности и развитие языкового навыка. Про оригинальность я тоже там только начало этого текста привела, но про оригинальность да, тут приводится тоже пример эксперимента, когда был задан вопрос, ну правда детям 6 лет, но если это будет на английском, я думаю можно это делать не только с маленькими, можно придумать просто задание такое, что подошло будет для средней или старшей школы, на что похож воздушный шарик. Самый банальный ответ говорит на мячик, да, но появятся и оригинальные ответы, встречающиеся очень редко и есть такая норма, в 95 случаях из 100 они не встретятся. Но примеры все-таки, например, воздушный шарик похож на барабан, на змею, на крокодил и другое. Механически говорят, их можно отнести к оригинальным ответам, но видите, как их отличить просто от патологических, как говорят, от планений в области мышления, просто фантазия какая-то, ни на чем не основана, или это все-таки оригинальность. Для проверки просят ребенка аргументировать утверждение. Если он поясняет свой образ, который у него получился, на что это похоже, поясняет как-то логично, разумно, то это да, тогда это оригинальность. я ссылки эти размещу в материалах на эти статьи, я думаю, будет интересно прочитать в плане того, что со своими детьми делать, как родителям, ну и плюс преломить это как-то в английский язык, я думаю, это не трудно просто сделать. Вот, если у вас есть примеры такие по-русски, то почему мы не сделаем их по-английски. По поводу того, что мы говорили, ну, например, как развивать, да, ну, найти готовое задание, да, где их найти, готовое задание, много, их можно много где найти, вы где ищите, если ищите. Ну, один источник я предложила как база Инстрао Института этого. А, у меня ссылочка, кстати, где-то где-то была, а где она у меня была? Наверное, сейчас, секунду, потеряла, сейчас найду. да, вот он, да, вот тут можно, да, эти задания просматривать, именно, вот тут открытое, именно креативное мышление, и какие-то части из них брать, где-то вы возьмете на письменное самовыражение, на генерирование просто идеи, чем больше, тем лучше, за конкретное время, где-то вы возьмете на доработку идеи, когда уже идея дана, но надо ее разработать под какие-то критерии, доработать. Примечательно, что эти все задания, они как будто взяты из жизни, очень понятно, для чего это надо делать, прям есть контекст такой, реальный, не просто что-то такое придумать, неизвестно зачем, а вот цель, для чего это придумывать надо, тут четко явлено, поэтому их можно просто перевести на английский язык, кое-какие интересные задания, особенно если не подходят к теме, которые вы проходите, было бы здорово. Ну, еще есть много разных других источников, где брать такие задания, ну, например, сайт SkyTitch для учителей много чего хорошего предлагает, тоже ссылки, ссылки у вас будут, тут есть варианты, варианты разных заданий, их можно проводить в виде, ну, мотивации в начале урока, допустим, да, или в качестве какой-то пятиминутки, когда мы от одной деятельности переходим к другому виду деятельности на уроке, ну, в качестве какой-то там зарядки мозговой или разрядки наоборот, и для этого, наверное, надо сначала подумать, какое-то взять понравившееся вам задание и тоже так вот пока для себя подумать, а что именно оно будет развивать, а могу ли я при помощи этого задания придумать к нему какую-то вторую ступеньку, которая будет еще и вот это развивать, да, ну, это я обращаюсь вот к этим свойствам креативного мышления, что, для чего подходит это задание конкретно, да, то есть с одной стороны оно должно подходить к нашей теме урока или теме юнита, а с другой стороны оно может быть направлено на развитие вот этих качеств каких-то или компетентностей, то есть я думаю, что это можно совмещать все, убивать как бы двух зайцев одним ударом, да, и предметные навыки тренируем, и вот и функциональность тренируем. еще я черпаю как бы вот вдохновение иногда из русских пособий, русскоязычных пособий, я здесь сделала себе ссылочку на карточки, с одной стороны сделаны для русских, ну, для дошкольников, например, но они если подумать, можно применять и на английском языке или на любом иностранном языке точно так же. Задание такое, найди связь между соседними картинками, то есть между первой, второй, между второй, третьей, третьей, четвертой и так далее по кругу, пока весь круг не пройдем. Допустим, чем связано кенгуру с почтальюном Печкиным? Какая здесь связь? У них сумка есть у обоих. У них у обоих сумка есть. У кенгуру есть сумка и у почтальюна Печкина есть сумка, а еще у него есть пес по кличке Шарик. Вот. И таким образом пес Шарик и шарик на картинке на следующей, вот они этим связаны. А чем связано вот этот шарик и вот этот спасательный круг? Можно надувать. Потому что их можно надувать, они накачаны воздухом, ну как-то так. А чем связаны следующие две? В воде. То, что они не тонут оба, спасательный круг он не тонет и поплавок тоже не тонет, да, ну и так далее. Можно это сделать на английском языке? Попробовать. Ну, понятно, что не начальные классы, но как-то это придумать, опять же, в виде игры что-нибудь такое придумать, на конкурс что-нибудь, чтобы это сделали, может быть, и 7-8 классники или даже 9-9 классники, потому что лексику-то они, чтобы это объяснить, должны использовать уже явно не из начальных классов, правильно? Вот. Если проводить такое на английском языке, то это можно уже и средний, и старший класс. ну и там есть много заданий такого типа, допустим, даже книжка с картинками, которая для маленьких детей, тут основана на каких-то образах, да, и потом, смотрите, придумай рассказ про ёжика. на основе вот этих картинок сначала найди 5 отличий, а нахождение отличий мы видели на другом слайде, что это тоже логические действия, которые именно они в основе лежат тоже креативности, да, поэтому и вот эти логические действия тренируем, и плюс дальше тренируем какое-то из самовыражения, например, письме, например, устное самовыражение, придумай рассказ, на английском языке опять же можно использовать это? Не обязательно с этими картинками, а, например, с теми, которые у вас есть в учебнике. Я думаю, что всё это можно использовать, то есть как бы пища для фантазии, вот она много где есть, остается только чуть-чуть повернуть в сторону английского языка, и у вас получится шикарное задание. Вот. Если есть, ну, в принципе, у меня здесь ещё были ссылки на разные сайты тоже, где можно идеи по поводу креативности взять, да, ну, время у нас уже, к сожалению, поджимает, я думаю, что можете сами погулять по этим ссылкам, посмотреть что-то интересное, а ещё я в папку с материалами вебинара положу книжки разные про креативность на, ну, с идеями именно на английском языке, чтобы не думать над переводом, например, что, что, что из этого ещё можно взять интересного, да, вот, то есть получается развивать это можно, наверное, не только на уроках, но и везде, о чём нужно заботиться, о том, чтобы однобокость не развить, вот, креативное мышление, потому что это очень сложное такое понятие, комплексное, да, то есть развивать, значит, его нужно комплексно, самое подходящее для этого задание, это, наверное, проекты, если их с умом проводить, именно так, как оно и было задумано создателями этой методики, что это и групповая работа, что это и и генерация идей, и отбор идей там есть, если это настоящая проектная работа, и додумывание, доведение идей до какого-то продукта, там все этапы, вот, все составляющие креативности, они в проекте как раз реализуются, но можно и отдельными маленькими заданиями, которые направлены на развитие каких-то отдельных сторон креативного мышления, и это, я думаю, тоже можно делать, да, в качестве, ну, в начале урока, в середине урока, в конце урока, и я думаю, можно найти для этого место. Вопросы, если есть, задайте. Что-то у меня тут много чего, где у меня сама программа, не могу найти. Как отключить демонстрацию экрана, теперь не вижу. Закрыть доступ и а, вот, вот, все, нашла. Есть вопросики? Нету вопросиков. Ну, тогда спасибо вам за участие, большое спасибо тем, кто помогал мне рассуждать на тему, где мы можем использовать эти и как эти задания на креативность. Спасибо вам большое. Спасибо большое за информацию. Очень интересно. Ну, ладно, если полезно, я буду рада. Тогда до свидания. А ссылку, ссылку на материалы, на папку с материалами, вот, если вас заинтересовали, ну, что-то из того, что я вам показывала, то ссылку, материалы конференции будет, ссылка с названием мастер-класса этого, хорошо? И ссылки, которые Елена и Ксения отдавали, их почта, и материалы там тоже будут. Тогда до свидания, успехов, и до следующих встреч. Спасибо, рада была. Спасибо, что вы видите. Спасибо, что вы видите. по-минуту. Спасибо.